Почему люди переезжают в Грецию и снова уезжают? Назову 5 причин. Вполне возможно, что я не погрешу против истины, если скажу, что Греция является одной из десятка стран, наиболее желаемых для переезда для русскоязычных жителей в стран СНГ, а возможно и Европы, и Америки. Причем, по моему мнению, Грецию как место жительства выбирают люди более старшего поколения, 40-45 и более лет. Да, я сужу и сам по себе, чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется быть в теплом солнечном месте недалеко от моря. И Греция отлично подходит под это определение. Но так ли все сказочно, как хотелось бы думать и как кажется на первый взгляд? Основываясь на своем многолетнем, почти постоянном проживании в Греции, а также следуя опыту друзей и знакомых, в этом видео я решил назвать 5 причин, почему люди выбирают Грецию и переезжают сюда на постоянное место жительства. И почему некоторые уезжают отсюда. Привет, друзья! Прежде чем я продолжу, хотел бы напомнить, что вы находитесь на канале Артем живет в Европе. Я постоянно перемещаюсь по Европе, на машине, поезде, автобусе, самолете, пользуюсь общественным транспортом. Встречаюсь с людьми и просто путешествую, стараясь наслаждаться жизнью. А жизнь, словно поезд окрашенный в самые яркие цвета, постоянно настигает меня. То у меня раковина засорится, то пешком иду по ночному городу, потому что самолет задержался. А еще проповедую здоровый образ жизни, занимаюсь спортом и люблю пить кофе. Люблю гулять, наслаждаться солнцем и морем. И обо всем этом я рассказываю у себя на канале. Поддержите меня и подпишитесь. Сейчас бацо тормалось. Поскольку это влог, я начну с рассказа о том, почему, как и когда я сам приехал в Грецию. Я живу в Нидерландах с 2007 года. Приехал туда с латвийским паспортом с целью найти работу. И это была абсолютно единственная причина, почему я поселился в Голландии. Потому что я никогда не любил особенно эту страну. Больше всего меня напрягала именно погода. Голландию я называю страной постоянной осени. Небо по-прежнему хмурое, но этой ночью похолодало и появилась изморозь. Но для меня солнце очень важно. За время жизни в Голландии я часто ездил в Испанию и другие солнечные страны. Сейчас удивительно вспоминать, что Греция никогда не была в списке стран, которые я хотел бы посетить. И попала туда абсолютно случайно. Впервые в Грецию я приехал в 2017 году в октябре, потому что меня пригласили посетить остров Самос. Путь на Самос из Амстердама проходил через Афины. И остановка в аэропорту была всего лишь 2 часа. Этого мне хватило, чтобы выйти из здания аэропорта, посмотреть на отдыхающих на скамейках людей, вдохнуть воздух Афин, который напоминал мне очень сильно воздух летом в родном Омске. И я понял, что я обязательно приеду в Афины. Что я и сделал, 2 недели спустя я приехал в город на 5 дней просто посмотреть город. И я сразу влюбился в энергию города. С тех пор я и жил то в Амстердаме, то в Афинах, то в Амстердаме, то в Афинах. Чаще всего я был, конечно же, в Афинах. Например, я провел здесь локдауны 2020-2021. Я приезжал, уезжал, приезжал снова. Но пока я пытался усидеть на двух стульях, Мир и всё происходящее в нём менялись с огромной скоростью. Менялся и я сам, впитывая все те страны, города, в которых я успел пожить за последние годы. За время моих путешествий к Амстердаму и Афинам прибавились и другие варианты городов, в которых я хотел бы жить. Например, Рига. Латвия – моя этническая родина. И мне очень нравится Рига. К тому же, жильё – одно из самых дешёвых в Европе. Салоники, в которых я провёл месяц и понял, что я всё-таки предпочитаю Афины. Потому что Афины – это юг. Я пожил и в Болгарии, которая прежде всего привлекала меня своей недорогой недвижимостью. Но... Короче, стоим уже два часа. Перекрыли дорогу, поставили детей, чтобы заблокировать движение. Потому что у них там какой-то забот закрыли. Побывал, хотя недолго, я и в Стамбуле, и понял, что это очень интересный город, куда неоднократно хотелось бы мне вернуться. А во всех этих городах, в которых я пожил, у меня есть многочисленные видео на канале «Артём живёт в Европе». Поэтому подпишитесь, если ещё не подписались. В принципе, я не нашёл место, которое мне нравится и подходит больше, чем город Афины в Греции. Если бы не одно, но большое «но». Но для этого настало время посмотреть на пять причин, почему люди переезжают в Грецию и всё ли так однозначно. Гирус, сувлаки, морская кухня, греческие сладости. Боже мой, чего только нет в Греции. Не забудьте про греческий кофе. Обязательно напишите в комментариях, какой именно греческий кофе вам нравится. Сейчас вам скажу, греческую еду я просто обожаю. Но давайте посмотрим, не всё ли так однозначно, как кажется на первый взгляд. Недавно я ходил в магазин и удивился тому, какие сейчас цены на готовую греческую еду. И эта ситуация очень хорошо иллюстрирует уровень цен, который сложился в Греции в 2024 году. Готовая еда и вот такие у нас сейчас цены на готовую еду. Цены в супермаркетах намного выше, чем в Амстердаме. В 2024 году всё стало очень дорого. Даже не знаю, что можно купить. Я как человек холостой и немолодой, согласно комментариям на ютюбе. Немного ленивый. Я люблю иногда покупать готовую еду и просто закинуть в микроволновку. Я не работаю на трёх работах и не обладаю достаточными средствами. Поэтому вот, например, выбрал бюджетный вариант за 2,90. Кстати, вот и пример, сколько же стоит покушать в каком-нибудь кафе или даже скажу столовой. Потому что эстиатория – это не ресторан и не кафе, это что-то местное. Кстати, это цены на еду, готовую еду, тёплую, горячую, горячее питание в кафе. Это, в принципе, самые дешёвые, потому что в ресторане будет ещё дороже. Ну, это типа столовка такая. Эстиатория, кажется, называется, да. Праздничная еда в Греции – это вообще отдельная история. Недавно тут был праздник, чистый понедельник, Саракасти. Ну что ж, будем отмечать. А Саракасти или Касара Дефтера? Я до сих пор не знаю. Если вы знаете, напишите в комментарии. И хозяева этой квартиры, о которой я, кстати, рассказывал в предыдущем видео, можете посмотреть по ссылке. Настоящая квартира-музей. Опять же, какие-то старинные годов шестидесятых, наверное, тарелки. Хозяева этой квартиры угостили меня впервые в жизни настоящим греческим обедом для чистого понедельника. И это была морская кухня. Давайте вместе посмотрим, что будем кушать на чистый понедельник. Греки сами по себе очень доброжелательны, гостеприимны, приятны, тёплые, добрые люди. И таким образом я перехожу к следующему пункту своего списка. Причин, почему люди переезжают жить в Грецию. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы сказать, что я очень благодарен, что вы смотрите мои видео. Что вы поддерживаете меня, ставите лайки, пишите комментарии. И хотел бы добавить, что это не единственное видео о Греции. Потому что у меня есть и очень много видео из Латвии, Болгарии, Испании, Германии и Голландии. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал и станете моим постоянным зрителем. Следующим пунктом, и я думаю, многие из смотрящих это видео согласятся со мной, будут люди. Сами греки. За эти 6 лет, которые я провёл в Греции, между Грецией и Голландией, я не встречал агрессивных, злых, недоброжелательных людей. Видимо, это отличительная греческая черта. В основном, люди очень добрые, доброжелательные, приветливые, тёплые. Кроме того, Афина – это столица. И это город, который всё более становится популярным у иностранцев. Всё больше и больше здесь становится различных мероприятий, митапов. В общем, Афина – это город, в котором вам явно не будет скучно. И я знаю, о чём я говорю, просто потому, что я начал проживать довольно длительное время в Афинах с 2017 года, конца 2017 года. И я наблюдал, как увеличение количества мероприятий, ивентов росло пропорционально тому, как больше и больше количества иностранцев стало приезжать в Афины. Небольшой перерыв происходил во времена локдаунов 2020 и 2021 годов. Однако после этого произошёл ещё больший всплеск мероприятий. Такое ощущение, что люди во время локдаунов соскучились по путешествиям и по теплу, и все ринулись в Грецию. Для поиска мероприятий и активити сложно назвать один или два ресурса. Я пользуюсь фейсбуком – meetup.com. Но кроме этого, есть ещё и масса других веб-сайтов, на которых можно найти различную информацию о мероприятиях, проводимых в Афинах для иностранцев и гостей города. Но и здесь всё не так однозначно, как хотелось бы думать. Холора – это любимое слово в Греции. Что значит релакс, расслабон? Это слово касается не только периода времени с трёх до пяти, когда стоит тишина и все отдыхают. Скорее всего, я бы назвал это жизненным кредо греков, их отношением ко всему и всем окружающим. Это на самом деле греческая маньяна и сиеста, причём постоянная. Грекам сложно понять, что приходить не вовремя – это не вполне нормально для тех людей, которые приезжают из других стран Европы. Прийти на встречу на 10, 20, 30 минут позже – это вполне в норме. Или договориться встретиться в одном месте, а на самом деле прийти в другое. Грекам, по моему мнению, присуща безалаберность во многих вещах. И поняв, что я не смогу привыкнуть к этому, я заметил, что это стало меня напрягать. А ещё за те 5-6 лет почти постоянной жизни в Греции, в Афинах, я понял, что мне очень сложно интегрироваться в греческое общество. Я общаюсь в основном с такими же иностранцами, как и я сам. У меня есть знакомые греки, но построить дружбу с греком, я понимаю, что для меня это стало каким-то непреодолимым препятствием. На самом деле в Греции меня постоянно, постоянно динамят. Читают сообщения, не отвечают или даже не читают. Обещают помочь, позвонить, встретиться и ничего не происходит. И я понял, что так оно всегда и будет. По моему мнению, интегрироваться в греческое общество можно только через брак. Нужно войти в греческую семью, то есть жениться на гречанке, что по сути невозможно, потому что гречанки традиционно выбирают греков или выйти замуж за грека, что в моём случае, естественно, невозможно. Хотя у русскоязычных девушек, славянок очень большой шанс, потому что грекам нравятся голубые глаза. Может быть, поэтому я постоянно уезжал из Греции, но и всегда возвращался, потому что... What? Ну, конечно же. И я думаю, что вы и сами уже поняли, что следующей причиной, почему люди переезжают жить в Грецию, является погода. Климат в Греции. В Греции, а прежде всего я говорю о районе города Афин, это область, в которой царит, можно сказать, девятимесячное лето. С температурой более 20 градусов Цельсия или чуть ниже. Купаться здесь можно в любое время года, хотя зимой вода немного ледяная, но это не отпугивает любителей зимнего плавания. Кроме того, Афина это отличная отправная точка для путешествий на греческие острова. Помните, как раньше говорили в Греции, всё есть. Данное выражение в какой-то степени является правдой. Это и исторические памятники, связанные с культурным наследием, и жизнерадостные люди, море, солнце, горы. Все эти факторы лично для меня делают Афины очень привлекательным местом для жизни. Но не стоит забывать, что не всегда, не весь год погода в Греции может быть комфортной. Начиная с конца апреля, мая температура стандартно держится на отметке 30 градусов. В июле и августе температура не опускается ниже 35. Даже сейчас в спортзале, куда я хожу, в начале апреля я ощущаю, что кондиционеры работают не очень хорошо. Кроме того, я люблю бегать и чаще всего я хотел бы бегать на улице. Но в Афинах это практически невозможно. Именно из-за того, что даже после 10 часов утра, начиная с апреля, на улице будет очень сильно жарко. Не говоря уже о том, что в Афинах и бегать-то особенно негде. Парков мало, а по тротуарам и пройти нельзя. Но в Греции может быть и очень холодно. На этом кадре запечатлено 16 февраля 2021 года. Зимы 21, 22 и 23 года были немного холодные. Снег выпадал, но лежал, конечно же, 2-3 дня. В то время, как эти дни вызывали во мне радость, будили ностальгию по снегу. Ведь вырос я в Омске и жил в Риге и Москве. В то же время для греков, для города, вообще для Греции. Этого вполне хватало, чтобы превратить город Афины в настоящий город коллапса. Абсолютно ничего не работает, всё закрыто. Даже некоторые магазины. Не говоря про неожиданные выходные для детей и школьников. Потому что сады и школы были закрыты. И не думайте, что вы будете сидеть в тёплом жилье, тихо попивая кофе и смотреть на медленно падающий снег. Красота! Несмотря на то, что в некоторых дорогих квартирах есть такие вот камины, чаще всего квартиры обогреваются кондиционерами. И вам повезёт, если у вас кондиционер будет типа инвертор или энергосберегающий. Газ проведён не во все квартиры и часто газ привозят в таких вот баллонах, что довольно небезопасно. Хотя, правду сказать, я не помню, чтобы я слышал о взрывах бытового газа в Афинах. Встречаются в квартирах и электробатареи, электрорадиаторы. Тоже различных типов, как дешёвых, так и дорогих. В общем, кто во что гораст. Чем холоднее зима, тем больше нужно использовать электробатарей или кондиционеры. Тем больше газа уходит. Тем самым я подхожу к следующему пункту своей программы. Причины, почему люди приезжают жить в Афинах и почему люди уезжают. И если не ко всегда благоприятному климату в Греции можно привыкнуть, и я в какой-то степени привык, то к следующему пункту моего видео привыкнуть сложно, потому что это постоянно возрастающая стоимость жизни. И прежде всего, конечно же, это касается жилья. Как аренды, так и покупки. У меня на канале мне попадались комментарии, где люди говорили, что жильё в Афинах очень дешёвое, что можно снять квартиру-двушку за 350 евро. И в прошлом видео я говорил, что такое возможно, если ты живёшь в Греции долго, у тебя есть родственники, знакомые, друзья и так далее, которые сдадут тебе квартиру по дешёвой цене. И это была одна из причин, почему я вообще приехал и стал постоянно жить в Греции в 2018 году. В то время, как в Амстердаме комната стоила 600 евро в месяц в 2018 году, в Афинах я снимал в Панграде квартиру более-менее типа студии, гарсоньеры, но с мебелью совсем вместе в отличном районе полностью сделаны за 350 евро, плюс небольшие счета. Знаете, в Фейсбуке есть иногда memories, то есть памятные воспоминания, когда всплывают stories или фотографии с этой даты, но несколько лет назад. Сегодня я получил тоже очень интересное сообщение, которое отлично иллюстрирует то, как изменились цены в Афинах в данном случае за последние всего лишь 3 года. Таковы были цены на месячную аренду на Airbnb по состоянию на начало апреля 2021 года. А это цены на месячную аренду уже на квартиры в начале апреля 2024. И если 3 года назад ценники начинались от 500, 600, 700 евро в месяц, то сейчас это 900 тысяч евро в месяц на Airbnb и выше. Цены выросли значительно, но выросли ли наши доходы и особенно доходы греков? А кроме того, что выросли цены на аренду жилья, выросли цены и на счета, особенно электричество и газ. В этот раз я провел месяц, приехав из Амстердама и снова решив осмотреться на рынке жилья. Я посмотрел 7 квартир и понял, что я в принципе не готов платить 500 евро за какую-то гарсоньеру. В доме с 70-х годов с соответствующими стандартами жилья и с бабушкиным ремонтом. В Греции хорошо жить, когда у тебя есть свое постоянное жилье. Также выросли цены на покупку жилья и они выросли в разы. Знаю людей, которые 5-6-7 лет назад купили двухкомнатные квартиры в хороших районах Афин за 20-25 тысяч евро. Спрашивая себя, где же был я, но я был в Амстердаме и пытался зарабатывать деньги, потому что, видимо, той суммы у меня тогда не было. Эти квартиры стоят сейчас 75 тысяч евро. Представляете, буквально вот за такой короткий срок цены выросли в три раза. Можете представить, например, в Америке цены бы выросли за 5 лет в три раза. Такого просто-напросто не существует. В Амстердаме за эти же 5 лет цены выросли примерно с 250 до 450 тысяч евро за среднюю квартиру в Амстердаме. То есть меньше, чем в два раза. Но Голландия это огромный, развитый, динамичный рынок жилья с огромным количеством участников и районами новостроек. Рынок взять Европу. Рынок он органичный, в то время как рынок в Греции он абсолютно неорганичный. Просто потому, что греки сами, а их большинство в стране, они не участвуют в рынке жилья. Греки не снимают квартиры за 600 евро. И греки не покупают, молодые семьи не покупают квартиры, потому что просто-напросто у них нет для этого денег. И они не могут взять ипотеку. Рынка ипотеки в Греции не существует. Есть и много больших и маленьких проблем. Остров Астепалия не содержит ни одного штатного дворника. Сделки по совершению купли-продажи могут длиться месяцами из-за греческой бюрократии. Инфраструктура в целом очень плохо развита. Нет парковок, нет вообще много чего. А то, что есть, содержится не в самом лучшем состоянии. Хотя, конечно же, Греция намного улучшила свои показатели инфраструктуры в последние годы, что я тут живу. Законы работают плохо, а те законы, которые есть, не выполняются. Взять, например, случай в прошлом году, когда хозяин квартиры просто-напросто выбил мне дверь и начал вышвыривать мои вещи на улицу. Тогда я решил сделать заявление в полиции просто потому, что подумал, что хозяин, он может быть опасен для других людей. Но в полиции у меня заявление не приняли. Пришлось денежные вопросы решать мне напрямую с хозяином. Пожалуй, это был один из самых больших шоков, который я испытал за последние годы. Поздравляю вас, друзья, если вы еще смотрите мое видео, потому что, наконец-то, мы подходим к заключительному пункту моего списка причин, почему люди приезжают в Грецию жить. А некоторые, возможно, это касается и вас, подумывают о том, чтобы уезжать из Греции. Частные инвесторы массово продают квартиры, приобретенные с целью аренды. На предыдущем слайде, словно в продолжении темы, скриншот газеты Netherlands Times. Это газета в Голландии на английском языке, в которой говорится о том, что инвесторы массово продают жилье, которое было приобретено с целью дальнейшей аренды. Ссылку на эту статью на английском языке я оставлю в описании к этому видео. К сожалению, в этом видео я обойду очень многие аспекты греческой жизни, а также способов и причин, почему люди приезжают в Грецию. Часто девушки приезжают, потому что они выходят замуж за греков. И, естественно, это является очень весомой причиной для переезда. Со многими девушками я познакомился, когда учился на курсах греческого языка в 2019 и 2020 годах. Множество людей переезжали в Грецию в 90-х и нулевых годах по причине наличия греческих корней. И в этом случае у меня тоже нет достаточной информации и опыта, чтобы рассказать об этой причине переезда в Грецию. Но я, безусловно, готов с вами поделиться собственной историей, почему и как я вообще попал в Европу. Эта история тоже включает в себе происхождение по этническим корням. По ссылке в этом видео, пожалуйста, если вам интересно, посмотрите мое личное видео о том, как я приехал в Латвию. История называется «Рига. Десять лет спустя». Последней же причиной, побудившей переехать в Грецию прежде всего граждан неевропейских государств, является программа «Золотой визы в Греции». Ну а для начала давайте все вместе разберемся в этом для кого-то непонятном явлении, что же такое «Голден виза». А для этого обратимся к источнику, который, безусловно, вызывает доверие. Википедия. «Голден виза» – это одна из инвестиционных программ, которая позволяет получить вид на жительство в стране благодаря своим солидным инвестициям. Ссылку на данный источник я также оставлю в описании к этому видео. К сожалению, информация только на английском языке. Обращайтесь ко мне, если вам нужны услуги переводчика. Популярной страной для держателей паспортов граждан СНГ всегда были, например, Турция, Кипр. Но в Кипре программа «Золотой визы» закрылась. Теперь понятно, почему столько русскоязычных живет в Кипре и имеет кипрские паспорта. В Греции программа «Золотой визы» была введена в 2013 году. Как раз тогда, когда Греция очень сильно страдала от кризиса. В то время как по состоянию на 2023 год больше, чем 20 стран предлагали программы «Золотой визы», Греция была знаменита своим самым низким порогом для вхождения в программу – 250 тысяч евро. На 2023 год более 10 тысяч человек получили вид на жительство и 18 тысяч членов их семей. Что в итоге побудило и бесконечный рост цен на, в принципе, не самую лучшую недвижимость. Как результат, греческое правительство пыталось внести регуляции в рынок недвижимости. В конце 2023 года порог «Золотой визы» приблизился к отметке 500 тысяч евро за объект недвижимости в самых популярных областях, например, регион Афин. И совсем недавно я смотрел по телевизору и видел новые ограничения, касающиеся программы «Золотой визы». К этому видео я прилагаю также ссылку на статью юридической фирмы «Варновас», в которой объясняются новые положения изменений в законе о программе «Золотой визы». Например, порог вхождения в программу составит теперь 800 тысяч евро, что сделает программу «Золотой визы» в Греции поистине золотой. Безусловно, есть и некоторые исключения. А кроме того, теперь жилье нельзя будет сдавать на Airbnb, что, по мнению законодателей, может сдержать рост цен на аренду. Ну а что же будет происходить с участниками программы «Золотой визы» и нас самих? Людей, которые платят огромные деньги, за это, в принципе, не самое ликвидное жилье. Если дом построен в середине прошлого века, то, как понимаю, здесь и изоляции никакой нет, ни шумоизоляции, ни теплоизоляции в этой хрущебе картонной, ничего нет. Очень много, кстати, таких вот заброшенных домов повсюду в Афинах. Чтобы проиллюстрировать недавно мною сказанное, достаточно всего лишь выйти на прогулку по Афинам, избегая довольно ухоженного центра и шикарных и хороших престижных районов. Хотя и там может попасться всякое. Вот еще заброшенный дом продается. Еще один заброшенный дом. Такой вот подземный переход, все в граффити, а тут, видимо, кто-то сжег ночлег бездомного. Вот такие Афины. Причем зачастую обладатели «Золотой визы» даже не стремятся интегрироваться в общество. Взять, например, тех людей, которые приезжают из Китая, чтобы просто-напросто получить вид на жительство в Европе. За последний месяц я видел две квартиры, владельцы которых являются гражданами Китайской Республики. Они теперь не могут сдавать жилье на Airbnb и предпочитают жить где-то в другой стране. Они покупали его просто, чтобы перемещаться по Европе. И эти люди, они не то что не говорят по-гречески, они не знают ни слова по-английски. Я, например, даже если цена будет очень хорошая, я никогда не сниму квартиру у человека, с кем я не могу общаться. И таких очень-очень много в этом городе. Изменения в положении о «Золотой визе» введены с 31 марта. С переходным периодом. Но это какой-то замкнутый круг. Законы принимаются, и они не работают или работают как-то избирательно. Если, например, даже взять ситуацию с парковками. Сколько раз я видел машины, припаркованные под знаками. И только иногда я видел квитанции за штрафы, за неправильную парковку. Что же буду делать я? Я снова собираю чемодан. Мой родной зеленый чемодан. Я не могу поверить, что я путешествую с ним. Восемнадцать лет. Прикиньте, я купил его в Риге в 2006 году. И я до сих пор с ним. И я не хочу его выкидывать, потому что в этом чемодане вся моя жизнь. А если вы хотите узнать, быть в курсе моих новостей, моих перемещений, информации о других странах, обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Я очень благодарен, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк. Если считаете, что видео полезное, может быть, напишите комментарий. И буду рад увидеть вас снова на своем канале. Артем живет в Европе. Пока-пока. Ну, конечно же, я вернусь в Грецию. Просто нужно ехать куда-то и зарабатывать деньги на квартиру в Афинах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok